здравствуйте мои подписчики и гости канала сегодня представляю вам отзыв и обзор романа михаила булгакова мастер и маргарита роман который автор начал писать в 1027 году и так и не закончил до своей смерти в одна тысяча девятьсот сороковом и роман по его черновикам по черновикам михаила булгакова этот роман уже собирала его жена и впервые этот роман не полностью был опубликован в середине шестидесятых годов а полная версия романа вышла только в одна 1973 и в романе идет повествование двух параллельных миров москва двадцатых годов патриарши пруды и события с прибытием воланда и его свиты и рассказ когда ешуа попадает на допрос к понтию пилату та часть романа мастер и маргарита которая как утверждает автор написана мастер здесь я хочу сделать прежде чем мы перейдем к обзору героев и возможно каких-то отдельных событий романа хочу отметить такую вещь что вот эта компоновка романа булгакова мастер и маргарита когда идет два параллельных повествования в нашем мире и в мире который описывает прошлые события в с понтием пилатом и ешуа ганоцари потом где мы еще раз видим такое же разделение потоков событий я буду говорить о трех книгах обзоры на которые уже есть на канале в хронологическом порядке выхода этих книг первая книга это харуки мураками страна чудес без тормозов и конец света вторая книга это бернар вербер муравьи третья книга это опять харуки мураками 1к 84 их объединяет эти книги структура глав в стране чудес мураками в бернаре вербере в муравьях в 1к 84 мураками снова опять же идет разделение потока повествования когда допустим возьмем страну чудес без тормозов это идет повествование нечетные главы в нашем мире так называемая страна чудес четные главы это конец света когда герой попадает за стену ему отрезают тень и он становится читателем снов параллельные повествования написано в середине 80-х годов спустя более чем 10 лет после публикации в 73-м году полной версии мастера и маргариты следующая бернер вербер муравьи написано в конце 90-х начала 2000-х годов когда повествование идет в нашем мире часть потока литературного повествования вторая часть потока параллельно это в городе муравьев и третий роман это опять же мураками 1к 84 где есть главы посвященные аумамы и главы посвященные тенгу а в третьем томе добавляется еще главы посвященные усиками вот мне интересно задать такой вопрос а был ли булгаков первым человеком который придумал параллельное повествование уже переходим может булгакову и когда он писал москву прибытие воланда свиту аннушку с маслом берлиоза и так далее и все вот эти чудеса которые происходили там в крыму на юге и так далее перемещение по пространству в условно в современности и отдаленные события которые как булгаков говорит вот эта часть романа про иешуа была написана мастером но он вплетает это повествование внутри мастера и маргариты чтобы показать а что же такого интересного написал мастер был бы был ли булгаков первым который разделил повествование на два потока или еще до него был кто-то кто делал также все-таки когда-то мы найдем человека который которому первому в голову пришло сделать так а может быть это будет какой-нибудь вергилий гомер или еще дальше или еще дальше вот такой интересный вопрос и сейчас я подготовил материал давайте посмотрим основных героев вначале посмотрим героев глав которые идут описывают современный мир и прибытие свита воланда и волан до самого в москву в наш мир это кто это сам воланд который представляется как дьявол сатана дух зла повелитель теней могущественный князь тьмы он посетил москву в роли профессора черной магии воланд изучает людей разными способами стараясь проявить их суть настоящее обличие воланд принимает оставляя москву мастер литератор который написал роман о понти пилате в котором интерпретированы события описанные в евангелии мастер он бывший историк оказался не приспособлен жить в том времени в котором родился и доведенный до отчаяния литературными критиками мастер оказывается в психиатрической лечебнице маргарита красивая женщина живет с нелюбимым мужем маргарита страдает от своей хорошей обеспеченной жизни но лишенной смысла и случайно на улицах она встречает мастера и у них вспыхивает чувство она ходит к нему он читает ей свой роман они сидят по долгу у камина в подвале и именно она замечает то что мастер написал гениальный роман и говорит ему об этом а после того как мастер пропадает маргарита принимает предложение воланда принять участие в его бале в чем матерь дела и он обещает маргарите что если она примет участие в этом бале то он выполнит ее просьбу и спасет мастера и после спасения мастера после вызволения его из психиатрической лечебницы воланг маргарита мастер покидают землю иван бездомный поэт бездомный это не фамилия его зовут по-другому он написал по заданию редактора анти религиозную поэму о христе и в начале романа в начале романа булгакова этот иван он человек невежественный недалекий считает что сам человек управляет своей жизнью не может под поверить существование не дьявола не иисуса и не справившись с эмоциональным впечатлением от встречи с воландом оказывается психиатрической лечебница а после встречи с мастером он начинает понимать что стихи этого вот самого ивана бездомного они чудовищны и обещает больше никогда не писать таких стихов а в финале романа этот иван живет под своей настоящей фамилией понырев работает профессором в институте истории философии но никогда он до конца жизни не может справиться с каким-то душевным беспокойством кроме этих персонажей в главах где описывается прибытие воланда описываются такие персонажи как фагот коровьев а за зелла кот бегемот которые принимают деятельное участие в ну скажем так шутках воланда вторая часть вторые главы второй поток повествования который булгаков говорит что эти главы написал мастер это понти пилат и иешуа ганоцари понти пилат прокуратор иудеи правитель жестокий и властный он понимает что приведенный на допрос иешуа ни в чем не виноват и проникается к нему симпатий но несмотря на высокое положение он не дает ему помилование и когда нужно дать это помилование он дает его настоящему преступнику вар-рабану и возможно из-за того что ганоцари говорит понтию пилату что в числе человеческих пороков одним из самых главных он считает трусость понти пилат принимает эти слова на свой счет сам иешуа ганоцари он не похож на евангельский образ христа отрицает сопротивление злу насилием и не знает какую цель он преследует в жизни путешествует из города в город по современным меркам вот этого иешуа отнесли бы к философам иешуа считает что по природе свои все добры и придет время когда рухнет храм старой веры и создаться новый храм истины никакая власть будет не нужна иешуа говорит об этом с людьми но за свои слова он обвинен в покушении на власть авторитет кесаря и казнен перед каждым прощает своих палачей в заключительной части романа булгакова иешуа прочитавший роман мастера просит воланда наградить мастера и маргариту покоем ешуа встречается вновь с пилатом и они идут разговаривая по лунной дороге конечно же в романе есть другие персонажи но нужно ли нам сейчас захламлять это видео разговорами о них есть еще одна тема интересная которую хотелось бы обсудить это а действительно ли роман был написан михаилом булгаковым может быть его написал кто-то другой потому что четверть века между смертью автора и первой публикации заставляет как-то задуматься почему возможно что у булгакова были черновики наброски возможно какие-то скетчи с изображением героев и так далее возможно какая-то общая канва произведения или как сейчас принято говорить синопсис но было ли это так было лет так что именно булгаков является основным и главным автором этого произведения или же все-таки к его выходу к его дописанию доработки значительной привлекли других авторов возможно возможно что жена булгакова не смогла до конца отредактировать этот роман и пригласила кого-то другого того кого мы не знаем например ход и литературного негра который подражая стилю булгакова а стиль и у него был понятный он написал до этого и собачье сердце и другие романы и он этот литературный негр мог взять за основу вот эти стиль тексты повторяемых слов и так далее дописать понятно что у этого литературного негра нужно было больше времени чем автор то есть автору там 13 лет он его писал не дописал соответственно войну мы отбросим там пять лет не до этого было соответственно 20 лет достаточно чтобы закончить рукопись выдав ее за авторством булгакова потому что авторство жены никто бы не принял авторство литературного негра пусть он там даже какой-то может быть даже известный писатель кто время тоже вряд ли бы кто-то принял поэтому и возможно было решено сделать так но это опять же домыслы и согласиться с этим или не согласиться я не знаю поскольку это видео и книга по которому это видео было вдохновили вдохновение для этого видео я получил все-таки авторство написано михаил булгаков будем считать что это он автор мастера и маргариты спасибо вам за внимание подписывайтесь на канал поставьте колокольчик уведомления чтобы получать уведомления о новых видео поставьте лайк желаю вам всяческих успехов и до новых встреч